Святитель Игнатий Брянчанинов Приступая к объяснению по мере скуднейших понятий моих, свойственного человеку сугубого видения, сотворенных духов, нахожу необходимым изложить учение и о сугубой слепоте человека, усвоившейся ему припосредствии его падения. Большинство человеков чуждо всякого понятия об этой слепоте, даже не подозревает существование ее. Большинство человеков чуждо всякого понятия о духах или имеет о них одно теоретическое, самое поверхностное, самое неясное и неопределенное понятие, почти равновесное совершенному незнанию. В современном обществе человеческом, преимущественно в обществе образованном, многие сомневаются в существовании духов, многие отвергают его, сомневаются в нем и отвергают его даже и те, которые признают существование души своей, признают ее бессмертие или существование ее после смерти, признают ее духом. Странное сочетание взаимно противоречащих друг другу понятий. Если души существуют после разлучения их с телами, то это самое уже значит, что существуют духи. Если души злодеев не умирают наравне с душами человеков добродетельных, это уже значит, что существуют и духи добрые, и духи злые. Они существуют. Существование их делается вполне ясным и очевидным для того, кто занялся правильным и подробным изучением христианства. Отвергающие существование духов непременно вместе с этим отвергают и христианство. Всего ради явился Сын Божий, говорит Священное Писание, да разрушит дела дьявола, да смертью упразднит имущего державу смерти. Сирич дьявола. Если нет падших духов, то вочеловечивание Бога не имеет ни причины, ни цели. Существование духов остается предметом темным для тех, которые не изучали христианство или изучали его поверхностно, по букве. Между тем, как Господом и Иисусом Христом заповедано и установлено обучение христианству и проповедью его и соблюдением евангельских заповедей. Господь заповедал изучение христианства и теоретическое, и практическое, соединил эти два изучения неразрывной связью, повелел, чтобы за теоретическим познанием непременно последовало, практическое. Без второго первое не имеет никакой цены перед Богом. Без второго первое не может принести нам никакой пользы. Второе служит доказательством искренности первого и увенчивается осенением божественной благодати. Первое можно уподобить основанию второе здание, воздвигнутому на этом основании. Здание не может быть воздвигнуто, если прежде не будет устроено основание, и устроение основания остается бесполезным трудом, если на основании не будет воздвигнуто здание. Результаты наук человеческих и способов для достижения этих результатов остаются недоступными для понятия человеков, не занимающихся науками. Результаты и способ достижения их в науке, из наук, в науке, сшедшей с небес, дарованной человечеству Богом, в науке, совершенно изменяющей человека, претворяющей его из плотского и душевного в духовного, в христианстве тем более остаются недоступными для тех, которые не занимались изучением его законно, по способу, установленному Богом. Безрассудно же требование некоторых, чтобы результаты изучения христианства, его высокие и глубокие тайны, были для них вполне ясны без всякого изучения христианства. Хотите знать тайны христианства? Изучите их. Учение школьное по букве не только очень полезно, но и необходимо, как доставляющее точное и подробное познание о христианстве, по преданию православной церкви. В течение 18 столетий устремлялись против христианства с целью не спровергнуть его, особенно ныне устремляются бесчисленные лжеучения. Ныне более нежели когда-либо настоит крайняя нужда в основательной проповеди и изучении христианства. Но теоретическое изучение требует, чтобы непременно ему сопутствовало и ему последовало учение деятельное. Закон свободы деланием заповедей чтется. Христианский книжник должен научиться Царству Небесному не только от слышания проповеди о нем, но и опытно. Без этого учение по букве сделается исключительно учением человеческим, послужит только к развитию падшего естества. Горестное доказательство этому видим на иудейском духовенстве, современном Христу. Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, очуждает посредством их человека от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, оно в сущности может быть совершенно незнанием, отвержением Его. Проповедуя веру, можно утопать в неверии. Тайны, открытые для некнижных христиан, весьма часто остаются закрытыми для мужей ученейших, удовлетворившихся одним школьным изучением богословия, как бы науки единой из наук человеческих. А такой именно характер и дан богословию во всем инославном Западе, и папском, и протестантском, по недостатку в опытном познании христианства наше время очень трудно услышать правильное, основательное учение о видении духов, столько нужное для каждого инока, желающего заняться душевным подвигом в области духов, которым мы принадлежим нашей душою, с которыми мы должны разделить и вечное блаженство, и вечную муку. Видение духов сугубо. Есть чувственное видение духов, когда видим их чувственными, телесными очами. Есть духовное видение духов, когда видим их душевными очами, умом и сердцем, очищенными Божьей благодатью. В обыкновенном состоянии падения, в котором пребывает все человечество, мы не видим духов ни чувственно, ни духовно. Мы поражены сугубой слепотой. Для слепых разные цвета и предметы чувственного мира как бы не существуют, так и для ослепленных падением мир духовный и духи как бы не существуют. Невидение нами чего-либо никак не служит признаком небытия его. Увы, прерываю плачем слово. Земля Израилева не извращена от меча, бысть пуста вельми. Язык, собранный от языков многих, умолился и изнемог до крайности. Как не плакать, говорил преподобный Исаак Великий, пустынно житель египетский. Куда пойдем мы теперь? Отцы наши почили, прежде не доставало нам рукоделия на наем лодок, в которых мы ездили по реку Нилу. К старцам. Теперь же мы осиротели, потому-то я и плачу. Спасимя Господи, як оскуди преподобный, як о умолешася истины от сынов человеческих. Суетная глагола, киджа, ка искреннему своему, уснель стивые в сердце. Если Исаак Великий при современном ему высоком состоянии иночества оплакивал умоления старцев-наставников, то какого же труда стоит иноку нашего времени, истинно желающему спастись, найти совет, столько необходимый в его многотрудном подвиге. «Лукавые человецы и чародеи, то есть все вообще бальстители, вступившие в явное и неявное общение с сатаной, преуспевают на горшеи, прельщающие и прельщаями», предсказывает апостол, говоря о последних днях мира. Совершается пред нами это предсказание. Нередко говаривал я единодушные братья при келейных беседах то, что считаю себя обязанным теперь начертать и пером на бумаге. Не мне бы, пребывающему в рабстве у греха, заниматься наставлением братьей. В глубоком молчании и уединении следовало бы мне оплакивать мое горестное душевное состояние, но я принужден и говорить, и писать в назидание, чтобы не оставить ближних моих и любящих меня, а Господи, без всякого назидания. Лучше, сказал Пимен Великий, употреблять хлеб нечистый, иметь пропитание, нежели оставаться вообще, вовсе без хлеба. При таком воззрении на себя и на окружающие обстоятельства пишу слово о видении духов, признавая правильное познание о видении духов существенно и необходимо нужным для подвижников, которым предстоит брань не крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего, к духовам злобы поднебесным. Необходимо это познание. Духи злобы с такой хитростью ведут брань против человека, что приносимые ими помыслы и мечтания душе представляются как бы рождающимися в ней самой, а не от чуждого ей злого духа, действующего и вместе старающегося укрыться. Чтобы бороться со врагом, надо непременно видеть его. Без видения духов борьба с ними не имеет места. Может быть одно увлечение ими и рабское повиновение им. Призвал помощь, скудаумию моему божественную благодать, сперва буду говорить о чувственном видении духов, о необходимости и об опасности его. Потом о духовном видении духов, о необходимости и пользе его.